Итак, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Новогодние праздники позади, вся страна отметила календарный Новый год, но знаем мы, что по китайскому календарю год Кота и Кролика еще не наступил. Вот давайте поговорим об этой дате. Как раз в этом году у нас Новолуния 21 января, и это как раз еще будет ингрессия Солнца в знак Водолея. То есть у нас как раз тут совпадают такие интересные моменты. И фактически вообще этот год, число года семерка. То есть это можно расценивать как 4 плюс 3, то есть квадрат четверка ограничений, и тройка – это потом как бы новое направление, которое мы выберем. Пятерка плюс 5 плюс 2, то есть опять пятерка – это выход на некий новый уровень, и потом как бы вот через преодоление каких-то вещей, через вражду, через оппозицию, двойка – это число оппозиции и вражды, как бы вот приход опять же к чему-то новому. То есть иначе говоря, 23-й год у нас, 2023, это год трансформации, причем очень серьезной трансформации. У нас в этом году Плутон, очень серьезная такая планета, она меняет знак. Она сейчас находится в последних градусах Козерога, и как раз вот нахождение ее в последних градусах Козерога обуславливало вот все события прошлого года. Вот этот год у нас начинается с того, что фактически Плутон в достаточно сложных аспектах, вот, и будет он весной менять как раз знак, он перейдет в первый градус Водолея, он перейдет туда ненадолго, на несколько месяцев, и потом опять, будучи ретроградным, вернется назад в знак Козерога, но тем не менее, уже вот даже сам первый проход, вот, первый заход в знак Водолея, он там потом окажется лет на 20, вот, то как бы уже сразу мы ощутим момент того, что какие-то вот подвижки в мире, то есть это будут перемены во власти, это будет новый виток научно-технической революции, появятся какие-то новые изобретения, и, в общем-то, жизнь начинает бить ключом именно в сфере научно-технического прогресса. И кроме этого, как бы Водолей же это знак вообще, который говорит о дружбе, о принятии человека таким, каков он есть, а не так, как он выглядит, о понимании вообще ресурсности и нересурсности. Это когда называется лучше быть, чем казаться. И вот Плутон, когда он войдет в знак Водолея, как бы он окончательно, вот, мы так придем к тому, что мы о многих вещах научимся думать вообще по-другому, в том числе о политике, о власти, о настоящей власти, а как бы вот не о том, как я мне мое обеспечить. А с другими планетами что? Вот вы говорили о Сатурне, который... Сатурн переходит, у нас он переходит в знак рыб. И как бы очень часто вот рыба, это же такой знак подвижный, он не центрированный, он двойной. То есть одна рыба у нас всегда, она смотрит вверх, а вторая рыба, она как бы тянет вниз. И когда Сатурн, он же такой жесткий, вот, четкий, такой вот как бы дисциплина, ограничений, и он оказывается в знаке рыб, в это время очень часто в мире меняются границы. И фактически у нас два с половиной года, пока он будет находиться в знаке рыб, вот каким-то образом могут возникнуть новые государства, могут какие-то вот там вот как-то государственные границы, могут как-то вот поменяться, стать иными. Кроме того, рыба – это всегда знак, связанный с высшей религиозностью, с фантазией, с творчеством. Как-то по-другому, может быть, какие-то новые направления возникнут. Возможно, как бы как-то вот новые какие-то люди придут в эту область. Могут смениться религиозные лидеры. И плюс еще, что здесь, ну, у нас уже принят закон еще в декабре о том, что ни слова об ЛГБТ, о рекламе всех этих вещей, и о том, что у нас это все находится жестко под запретом. Вот дальнейшее структурирование подобных вещей, понимание, что черное, что белое, и как бы снятие этих вещей вообще с повестки дня, вот, ну вот в ближайшие два с половиной года. Потому что как бы до этого эти вещи, они были, скажем так, на повестке дня, ну, исключительно в целях, скажем так, зарабатывания денег. Для определенной части населения. Ну, то есть времена у нас интересные. Вот самое, что забавное, что в этом году у нас как бы очень интересно будет, то есть есть такая фиктивная точка в карте, черная луна, лилит. Она как бы, ее нет на небе, но в карте это вот называется наш эмоциональный фокус включения. То есть это та область, в которой мы себя проявляем, может быть, иной раз не всегда хорошо. И как бы это такой как бы самый удаленный фокус лунной орбиты. Это то, что мы не осознаем, сами не осознаем. И нам кажется, что у нас с этим все хорошо. А на самом деле, в общем-то, все окружающие замечают, что тут вот как-то у тебя что-то у тебя здесь не то. И ты как-то вот к этому очень так странно относишься. Но при этом мы никого слышать не будем. Мы будем считать, что я тут самая замечательная, и у меня с этим все замечательно. И Лилит как раз вот она 8 января перешла в знак Льва. А когда Лилит находится во Льве, у всех настроение, вот я это называю истерикой самовыражения. Вот я хочу на себя обратить внимание. Неважно, уродливо, как угодно. Любым способом я буду это все как-то вот демонстрировать, показывать и привлекать к себе внимание. При этом, если это даже скандал, пусть будет скандал. Мне вот, я хочу вот так вот. Плюс еще у нас вот первую половину года Юпитер, большая планета, находится в знаке Овна. Он туда еще перешел 20 декабря прошлого года. И вот это вот желание завоевать новые пространства, вот всему миру заявить о себе. Вот они как бы накладываются друг на друга. При этом как бы вот есть такое понятие волевой импульс. Он всегда связан с Марсом. То есть Марс, если он хорошо проявлен в карте, то это мы отважно идем, делаем. У нас такой волевой ресурс хороший. Мы вот всегда вот четко понимаем, как надо и как не надо. А у нас сейчас Марс вообще ретроградный. И вот это понимание, что хорошо, а что плохо, а может, я вот пойду по головам, и мне так будет хорошо. А кто мне что сделает? Кто мне что скажет? А я еще буду подхалимствовать перед начальником, и таким образом займу место его зама. Буду возить его на работу, и не важно, какой я зам, важно то, что я дружу с начальником. В общем, в ближайшее время надо быть готовыми, что можно такие вот ситуации наблюдать вокруг себя. Да, да. И плюс еще вот то, что как раз касается вообще карьерных вещей, в силу того, что Плутон вот тут вот меняет знак, многие компании будут претерпевать какие-либо перемены. То есть могут уходить люди с руководящих постов. Будут как бы всякие слияния, переформатирование, от кого-то будут стараться избавиться и так далее и тому подобное. Причем это может наступать прям вот внезапно. Вчера еще все было хорошо, сегодня бац, и уже всем объявили о том, что ребята попали под сокращение. Поэтому как бы вот карьерные все вопросы, они сейчас будут решаться исключительно с той позиции, какие знания я еще могу получить, какое образование я еще могу получить, как я могу быть полезен для себя и для окружающих. Еще вот вы говорили о том, что переход знака в рыбы, да, это религиозное нечто, да, в знак рыбы Сатурна. Но еще, насколько я понимаю, и эзотерика тоже во всякого рода выбирает обороты. Да, но это как, знаете ли, какого плана эзотерика? Это могут быть образования новых сект, причем тоталитарного плана. Это могут быть всякие такие вот как бы... Ну, то есть такие мощные вещи. Да, да, да. Причем как бы, к сожалению, эти вещи, они у нас плохо контролируются в мире, и когда вот кто-либо о чем-либо подобном заявляет, ну, называется, уже только потом начинают с этим бороться. А оказывается, что эта секта уже там энное время существовала, просто вот сейчас она уже набрала обороты, и как бы уже есть с чем бороться. Ну, и хотелось бы отметить, что вот это общие мировые тенденции, которые диктует нам карта звездного неба на настоящий момент. Борьба за власть. Борьба за власть. Борьба за власть, причем любыми способами, все способы хороши. И, к сожалению, вот если прошлый год там была такая откровенная, там иной раз и вранье, и все что угодно, то теперь это вот как борьба бульдогов под ковром, потому что знак года водный, тем более это черный кролик, и как бы водная стихия года, вот называется вот темная вода, вот все вот где-то там, все в глубине. Но тут вот как раз вот за счет вот этой лилит в Ольве какие-то вещи будут всплывать, какие-то будут скандалы, интриги, расследования, которые прямо вот называются, вот все прямо будут об этом говорить, ну как же так? Ну вот так. Но то, что вот в этом году будет происходить, мы узнаем лет через 10, не раньше. Да, потому что именно как бы в этом году, особенно весна, у нас будет такое время очень интересное, вот. И вот как бы после вот этой весны там какие-то будут подвижки, которые, в общем-то, мы будем ощущать как перемены к лучшему. Вот. Самое интересное, что погода в этом году. Кого-то будет заливать, где-то будут опять пожары, причем это все будет связано исключительно с человеческим фактором. Лилит в знаке Льва, она как бы... То есть, во-первых, Сатурн в водном знаке, это ответственность, так скажем, по минимуму. Вот. А Лилит еще во Льве. Ой, а так получилось. И называется в результате вот всякие аварийные ситуации, что-либо такое, а там где-то что-то или затопило, или сгорело, и вот как-то так вышло. Вот. Поэтому, как бы, стоит быть повнимательней, и все-таки, как бы, детское отношение к ответственности, вот, оно нас будет в этом году прямо преследовать. Нам захочется эту ответственность на кого-то переложить, всех сделать виновными. Но тут как раз вот стоит задуматься, а надо ли. И вопрос такой. В этих жерновах истории оказывается, к сожалению, каждая маленькая песчинка, каждая из нас. Вот с помощью личного гороскопа можно ли как-то приспособиться к тому, что происходит? Скорректировать можно. Причём, как бы, история сначала повторяется в виде трагедии, а потом в виде фарса. И здесь, опять же, вот только чёткое понимание, осознанное отношение, как бы, позволяет вот выйти из вот этих всех, как бы, моментов, где из тебя пытаются, вернее сказать, ты попадаешь в ситуации, где ты становишься жертвой, где там вот ты там какое-то там можешь пережить даже и психологическое насилие, или физическое насилие. Как бы, изначально, вот как раз, вот лилита во знаке льва, она как раз вот всё время притягивает к человеку ситуацию. То есть, если, например, человек не очень уверен в себе, человек, как бы, у него существуют какие-то внутренние серьёзные проблемы психологического плана, он не очень контактен. Вот он к себе буквально будет притягивать вот всевозможных палачей. Он всё время будет оказываться в роли жертвы. И этот год, вот в плане как раз работы над собой в этом отношении, он очень хорош. То есть, тут надо как раз читать книги, смотреть фильмы, как вообще полюбить себя таким, каков ты есть, и избавиться от этих психологических проблем. А учитывая то, что у нас как бы очень часто даже родители делают из ребёнка жертву, у нас так принято, у нас так вообще полезно, считается, воспитывать детей, то это считается, что так он будет более управляемым ребёнком. А то, что потом он будет управлять все, кому не лень, это никому в голову даже не приходит. Удобный называется. Да, удобный. Как он потом жить бедный будет, никого не интересует. И сейчас, в общем, самое время с этим справляться. Да, осознавать и понимать, что если это происходит, то как бы я не виноват, но я эти ситуации к себе притягиваю. Мне надо что-то в себе поменять. И вот это как раз очень интересный процесс. Тем более, что сейчас инструментов для подобного рода работы огромное количество. В общем, шанс для трансформации личной. Да, и личностной, и личной. И, опять же, кто-то для себя откроет пути какого-то духовного развития. И, опять же, только лишь учиться чему-либо. Искать, где я могу стать умнее, через что я могу получить новые знания, каким образом вообще я к чему-либо приду. То есть намечать цели и достигать их. Причём, если это как раз начать делать вот в этом году, то у нас же Юпитер, то он же вот знакомый, то он опять открывает новый 12-летний цикл. То тогда через 12 лет ты можешь оказаться на какой-то руководящей должности. Пожать плоды, которые в этом году... Да, да, которые ты сейчас заложил, посеял. И как бы вот... То есть сейчас можно как раз намечать цели, к ним можно прийти. Опять же, путь, естественно, долгий, нелёгкий. Но если ты идёшь, то дорогу оселит идущий. В общем, несмотря на то, что у всех трясутся коленочки в ожидании предстоящего года, это время возможностей больших в том числе. Да, и мало того, всегда надо помнить о том, что у каждой травинки в мире есть свой ангел, который шепчет ей «расти, расти». Хочу сказать о затмениях. В этом году четыре затмения. Как бы два ещё проходят у нас. Весенние затмения будут гораздо более жёсткие по оси телец-скорпион, а вот осенние затмения, они будут проходить по оси овен-весы. И это опять как бы в затмении будут связаны вот с оси. Вот я-ты, овен-весы – это как бы личное такое противостояние. Меня никто не понимает. Нет, это ты не хочешь никого понимать. Потому что восходящий северный узел, он будет как раз в овне. И мы так все прям, закусив у дела, ринемся в то, что я самый умный, я самый красивый, а вы все мне мешаете. Нет, вот здесь как раз стоит задуматься. Далеко ли ты уйдёшь? А скорпион-телец? А скорпион-телец – это опять власть, это личный ресурс, общественный ресурс. Это как раз попытки манипуляции за счёт того, что у меня ресурс есть, а у тебя нет. И ты мне за то, что я с тобой могу поделиться, фактически я могу тебя купить. Вот. Нехорошие манипуляции. В общем, используем время с пользой, присматриваемся к себе. Осознанность. Осознанность, понимание вообще происходящего самое лучшее, что может дать астрология. И вот как раз та же самая лилит во льве, опять вот это понимание, что я где-то инфантилен, что у меня отношение к миру тоже очень сильно инфантильное, оно может подвигнуть вообще к какому-либо развитию. Это очень полезно всегда. Будем надеяться. Спасибо, Светлана, за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова